В Москве прошла встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между странами, ядерной программой Ирана, различные региональные и глобальные вопросы, а также Нагорный Карабах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что из всей тройки соприседателей Минской группы ОБСЕ, куда входят еще и Франция и США, именно Россия больше всего уделяла внимание урегулированию вопроса Нагорного Карабаха. Ну, достаточно упрощенно говорить, что вот в 2020 году только Россия видит своим приоритетом Нагорный Карабах, а мы Нагорно-Карабахскому урегулированию уделяли самое пристальное и предметное внимание в течение многих-многих лет, если не десятилетий. И из тройки соприседателей, так называемой Минской группы ОБСЕ, куда вместе с нами входят Франция и Соединенные Штаты, мы, я бы все-таки так, если объективно смотреть, сказал, что наиболее последовательно продвигали различные идеи. Также министр Лавров заявил, что был шанс избежать сотен тысяч жертв, но использовать этот шанс не получилось. Смею предположить, что у нас был шанс несколько лет назад на основе российских предложений, поддержанных другими сопредседателями Минской группы, достичь договоренности, которая, в общем-то, помогла бы уберечь многие сотни тысяч жизней со стороны и Азербайджана, и со стороны Армении. К сожалению, тогда этого не получилось. Теперь мы имеем реальную ситуацию на земле, которая была достигнута в результате посреднических усилий президента Путина, его многочасовых переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, и которая воплощена в договоренности от 9 ноября, которая, кстати сказать, помимо полного прекращения всех боевых действий, предусматривает решения на земле, большинство из которых, по сути дела, вписываются в те самые принципы, сформулированные в свое время Россией и другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но еще раз повторю, ситуация сложилась во многом в русле тех принципов, но ценой огромного количества человеческих жертв. Сергей Лавров напомнил, что Россия не собирается оставлять своим вниманием ситуацию в Нагорном Карабахе. Мы не собираемся оставлять своим вниманием ситуацию в Нагорном Карабахе. Подтверждением тому стал саммит трехсторонний 11 января в Москве с участием президента Путина, президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, на котором было достигнуто согласие о создании механизма, который будет на практике реализовывать договоренность о разблокировании всех экономических связей, всех транспортных коммуникаций и в целом всей хозяйственной и гуманитарной жизни в этом регионе. В заключении министр иностранных дел России рассказал о выгоде укрепления экономического фундамента между тремя странами Южного Кавказа, их соседями и Европе. Если вы имели в виду Россию, Азербайджан и Армению, то заинтересованность в том, чтобы этот регион жил спокойно, по-добрососедски и процветал, испытывают не только перечисленные государства, но и Иран, Турция, Грузия, я упомяну ее, потому что это часть Южного Кавказа. И в целом уже звучат инициативы относительно того, чтобы три закавказских республики с участием трех соседей России, Ирана и Турции стремились выстраивать здесь новые отношения с учетом новой реальности. В реальности, когда нет войны и когда есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения на нормальную жизнь в этой очень важной части земного шара. У нас нет сомнений, что Исламская республика Иран будет заинтересована в подключении к этим проектам. Россия также будет непосредственно участвовать в тех усилиях, которые вытекают из договоренностей о разблокировании экономических и транспортных связей. На этот счет есть уже конкретные наметки. Создан механизм, трехсторонний механизм на уровне вице-премьеров, который в ближайшее время должен провести первую встречу. Но помимо России, Ирана, Турции, есть много желающих. Подключиться к восстановлению экономики в регионе Нагорного Карабаха и вокруг него, в том числе из европейских стран. И я думаю, что это можно только приветствовать. Здесь главное, чтобы все внешние игроки думали прежде всего, ну, наверное, об экономической целесообразности не думать нельзя, но прежде всего думали о том, что сейчас очень важно создать и укрепить, сделать надежным и прочным экономический фундамент дальнейшей жизни этого Южно-Кавказского региона.